доброе утро мои дорогие зрители здравствуйте мои любимые подписчики встала включила вам новое видео почитала все ваши комментарии так приятно мне нравится что вы тоже когда я пеку блины вам тоже хочется хоть у меня не кулинарный канал но вот иногда я вот так вот просто когда что-то делаю то разговариваю с вами вот сегодня выходной день максюшка дома и я вчера сделала котлетки и это самое а сегодня решила думаю надо нам сделать картошечки перри максюшка любит когда он дома так не знаю что приготовить каждый раз выдумывая чтобы ему было вкусно чтобы он покушал ну и аришка сегодня уже на работе вчера она уже работала и сегодня в обед прибежит потому что там работает же с 12 до 12 туалета нигде ничего нету вот так вот бегает хорошо что не очень далеко но я бы не сказала что и близко так вливаю молочко вместе с маслом разогрела его всегда грею молоко мама говорила что если холодное молоко в пюре добавлять то пюре будет серая вот поэтому ну вот я не знаю не пробовала холодное добавлять поэтому вот как меня научили так вот я так и я делаю вот сейчас поставлю котлетки конечно остыли остыли уже со вчерашнего дня представляете вчера готовлю котлеты но максюша был в саду я котлетку одну съела вечером сижу там занимаюсь видео снимаю максим ко мне приходит и говорит вкусные у тебя котлеты можно я одну котлетку возьму я говорю ну возьми конечно вот но он съел котлетку приходит аришка ой можно я котлетку возьму я конечно можно прихожу я на кухню не буду себя показывать не накрашенная сегодня прихожу я на кухню смотрю у меня лежат три котлеты я говорю так интересно где все котлеты я точно помню на первой сковородке было 4 на 2 было 4 и осталось только три как из восьми котлет осталось только три ну ладно ариша говорит может это кот съел я говорю ну кот вроде бы на стол не лазит она я говорю ну ладно съем 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 кот и съел сегодня максим говорит можно и котлетку я говорю подожди сейчас будет перешка будет котлетки разогрею как раз осталось три котлеты нам всем сегодня пообедать это самое а он говорит а я вчера одну на кухне съел потом еще одну села потом к тебе пришел в комнату вот так вот вот такой вот кот съел котлеты вот аришки позвонила говорю будешь бежать домой на обед купи квашеной капусты и соленых огурцов в баночке маринованных девочки что-то так нам захотелось солененького и ариши и мне нет нет мы не беременны просто бы очень много едим сладкого и вот иногда так вот раз в месяц нас прорывает и нам хочется чего-нибудь солененького все девочки пойду-ка я максюшу звать и будем мы наверное с ним обедать аришу ждать не будем сейчас еще первый час она придет только в 2 я по максюшку накормлю а потом я эту кастрюльку заверну в газетку заверну в полотенчики в одеялко и картошечка будет тепленькая аришка прибежит до сюда положу котлету чтобы ее котлету не греть и она нагреется от картошки вот такой у нас сегодня обед с утра уже сегодня сижу в компьютере ведь сегодня 9 число и надо делать заказ по последнему каталогу фаберлик уже сделала заказ и то что мне там из косметики надо себе и своим девчонкам ну и посмотрела что марточка мне уже сделала заказ на платье но к сожалению я хотела заказать черное 48 и 50 для того чтобы просто выбрать какой мне по размеру больше подойдет ну одну оставить другое сдать потом хорошо что фаберлик можно все это сдавать а вот но не было и марта мне заказала светлая 50 и 48 черная не хочу чтоб платье было я вот посмотрела на на youtube кто там показывал какие они как она одевается там под плечики эти убрать надо у меня такое ощущение что платье такое вот она плотная резиновая прямо я не хочу чтоб я была такая вот совершенно обтянутая потому что ну за столом покушаешь и потом ее живот вылезет вот но не знаю буду мерить к сожалению черного не было 50 может светлая будет красивей но там видно будет да и там цена какая-то странная на одно платье такая цена как в этом самом в каталоге а на другое платье цена совершенно другая я марточки позвонила она мне говорит что это наверное техническая ошибка так что буду говорить все узнавать тогда скорее всего переделаю но вот если бы она мне не поймала я думаю что платье может быть я даже не поймала потому что по такой цене это все распродажа распродажа обычно уходит очень быстро хорошо что мне есть такой директор который всегда поможет и всегда всегда закажет то что я не могу не не могу заказать а в четверг мне максима в сад вести и максима сада забирать и за заказом надо будет фаберликовским ехать в общем это будет кошмар день будет разбегов к вечеру буду как загнанная лошадь он уже погладила погладила свое это самое пану которое на стенку повешаю но надо хоть как-то немножечко начинать украшаться елку я ставить не хочу так что-то я не не получается поставить красиво красиво телефон но и так вот так вот наверное елку я еще ставить не хочу нет у меня настроение на елку на улице у нас ее дождь выпал снег 1 декабря порадовал нас растаял и теперь у нас дожди вот вчера максюшка я вам показывала какую я красивую сделала в минажницу орешки сушеные фрукты ананасики и вот вчера максим был целый день дома он потихонечку потихонечку в эту минажницу то орешек то одно то другое я как-то не следила за тем что он брал спрашивает можно 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 один орешек один орешек смотрю половина там нету а вечером что-то мой максим говорит у меня животик болит я говорю что болит от чего же заболел животик я ж тебе только блинчики кушал сладкие болит животик я говорю отошнит тебя до тошнит я говорю бегом мы на кухню бегом в ванную его вытошнило а он объелся орешками видно же желудочек у него не смог это все перри переработать и все и желудок у меня там остановился и потом его еще два раза тошнило я его быстренько чаем на поела горячим крепким и последний раз вот этот чай у него вышел и уже аришка пришла я хотела конечно ему черные таблетки дать но он ее взял в рот эту таблетку раздавил выплюнул сказал фу дай мне скорее помыться и тяжело ребенка лечить я конечно расстроилась расстроилась думаю ну вот не досмотрела не досмотрела ребенка ну правда он вечером быстро заснул потому что днем его было не уложить спать и решили ничего повела его сегодня в сад и я говорю ты только скажи что пусть его особенно не заставляют кушать если он не хочет кушать чтоб не заставляли не пихали а то если ребенок не съедает его тогда ложкой докармливают не говорю он уже большой мальчик он уже понимает вот не хочет пусть не кушает вот опять горло скребет ну что это такое аж сама удивляюсь что это такое девочки кефир с холодильника холодный сама пью и сама думаю ну вот опять же горло у тебя заболит вот как малый ребенок правда знаю что заболит горло от холодного кефира нет прямо с холодильника наливаю и пью а потом удивляюсь но почему меня горло скребет вот вот сейчас хотела сама повешать эту самую эту панно это на стенку чтобы уже снимать видео хоть что-то какое-то новогоднее было оформление у меня но потом думаю неудобно будет мне прикалывать его потому что такой вот специальной стойки для этого пана у меня нету да и куда мне ее ставить да ну заказала б я ее на али так куда ее поставишь комната у меня небольшая три на три и здесь это самое кругом все все это заставлено я же вам показывала свою комнату только-только что нужное стол телевизор столик этот который мне тоже нужен стеклянные для того чтобы если видео снимать ну или если подруга бывает придет мы иногда и в моей комнате там можем с ней кофейку попить тохта и все все места больше нету поэтому и такое вот специальное приспособление заказывать не буду да и что деньги вкладывать вкладываешь вкладываешь особенного толку мало сижу девочки сижу в интернете каждый день обложилась кругом бумажками здесь у меня десерт здесь у меня что мне надо купить здесь у меня какое-то еще печенье в общем вся обложена бумажками ну и песню переписала чё-то мне попало на язык песня не могу избавиться петь я не умею голоса у меня нету но мне настолько нравится песня которую пугачева поет любовь похожая на сон счастливым сделала мой дом но вопреки законам сна пускай не кончится она вот не знаю мыслей никаких не было но вот просто попала она мне на на язык и вот я теперь хожу и все время себе под нос мурлычу 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 решиваю ну что это делать надо какую-то новую песню услышать чтобы это это выпало меня из языка ну что наверное буду я чем-то заниматься даже не знаю чем не сегодня заняться надо пойти постирать потому что я вчера максюшку вымыла постельная поменяла постирала сама потом помылась и надо вот мелочь я вам уже тоже рассказывала я говорю повторяюсь постоянно что нижнее белье я никогда в эту машину не не ложу не стираю но не доверяю я машине не доверяю я такие вещи вот даже если на там на определенный режим ставишь тариша все равно я не доверяю постирала на мои плавки я говорю с маленьких они стали вот такие вот как на танк пришлось выбросить вот поэтому постельное белье конечно аришинова там очень много это аришка уже придет она поехала санкнижку свою доделывать вот она придет тогда она запустит машину это все все это перестирает а я свою мелочевку свою новую байку эту белорозовую полосочку пойду это все постираю потому что байку я тоже как-то не хочу ну мало ли что ее тогда надо с белой просто не только это самое стирать вот а я ее положу пусть она немножко полежит потому что как-то вот эти в основном вот эти вот рукава у меня затерлись так она у меня совершенно чистенькая вот пойду займусь какими-то делами но на сегодня все вот такое вот у меня сегодня видео немножко с вами поговорила и на этом все